Пункт 3.2. Форматирование плоского графика. Часть первая. Вид любого графика может быть изменен пользователям в зависимости от поставленных задач. Чтобы изменить размер графика, сначала по нему нужно щелкнуть левой кнопкой мыши. Затем подвести указатель мыши к одному из появившихся черных квадратиков на границе. При появлении двусторонней стрелки следует нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, придать графику нужные размеры. Для более детальной настройки вида графика необходимо дважды щелкнуть по нему, чтобы появилось окно форматирования. Это окно содержит 5 вкладок – оси X, Y, трассировка, формат числа, подписи и по умолчанию. В первой вкладке представлены параметры настройки осей X и Y. Например, можно включить отображение линий сетки по оси X. Для этого установим флажок линии сетки и щелкнем по кнопке «Применить». Чтобы сменить цвет сетки, щелкнем по зеленому прямоугольнику, что напротив надписи. Выберем, к примеру, оранжевый цвет вместо текущего зеленого. Нажав на «Применить», увидим соответствующие изменения на графике. Аналогичным образом изменяются остальные параметры. Точно так же можно настроить и вид оси Y, а также дополнительной оси Y. Чтобы ее подключить, нужно установить флажок «Включить дополнительную ось Y». В некоторых задачах требуется особое расположение осей координат. По умолчанию они отображаются по краям. В нашем примере было бы логичнее отобразить оси по центру, так как обе функции не отрицательные. Выберем соответствующий пункт и применим к графику внесенные изменения, нажав «Применить». Используя средства вкладки «Трассировка», можно управлять видом кривых графика, изменять цвет, типы, толщину линии и так далее. К примеру, давайте увеличим толщину линии для обеих функций до трех единиц. Если установить флажок «Скрыть аргументы», подписи по обеим осям исчезнут. Этого лучше не делать, так как графики должны легко читаться. Легенда по умолчанию скрыта. Если желаете, можете снять флажок «Скрыть легенду» и указать точно ее расположение, относительно графика.